Святитель Василий Острожский юноше в Завальском монастыре. Вскоре принял монашеский постриг в обители Тврдош. Много путешествуя по Балканам, он заметил попытки членов иезуитского ордена обратить в католичество Черногорию. Василий предал гласности эти нападки на православие, но тогдашний митрополит решил избежать конфликта и предпочел вернуть Смутьяна в монастырь. Через некоторое время Василий стал настоятелем Тврдоша. Он обходил села Герцеговины, служил в храмах, проповедовал Евангелие, беседовал с жителями. Это не нравилось турецким правителям края. Архимандрит Василий вынужден был на время скрыться в России. Отсюда он вернулся с богатыми дарами, церковным облачением, богослужебной утварью и книгами, пожертвованиями на храмы. Василию удалось восстановить многие церкви, открыть при них народные училища, в которых сербская молодежь изучала родной язык и историю. И снова из-за преследования властей Василию пришлось бежать, на сей раз на Афон. По возвращении из Китании архимандрита посвятили в сан епископа. Ему тогда не было еще и 30 лет. Он вернулся в Тврдош, но монастырь был разрушен. Тогда епископ Василий перенес резиденцию в обитель Вастроги. Еще при жизни о Василии Острожском говорили как о чудотворце. По его молитвам исцелялись слепые и увечные. Но всего дороже для людей было само его присутствие среди сербского народа во время их пленения.